Кармические созависимые отношения — это боль всей Земли. Цель этого видео не в том, чтобы созависимые пары расставались. Это не выход. Один партнер будет сменяться другим. А сценарии будут повторяться, пока не будет исцелена причина. Цель этого видео — чтобы созависимые отношения оздоравливались, исцелялись. Давайте с вами посмотрим, что такое человек в упрощенной схеме понимания. Человек состоит из тела, души и духа. С телом всё понятно. И это, пожалуй, единственная составляющая, которую человек более-менее изучил. Душа — это психика человека, это Личность и её сознание. Дух — это божественное начало в человеке, искра, сердцевина. Дух — это создатель тела, который через душу познаёт себя здесь. Но человек в процессе созревания на Земле, в процессе коммуникации с социумом, забывает о связи с Духом. Засыпает, так как душа вводит его в программу иллюзий, словно сон, который разделяет человека от Бога в себе. Дух — это изначальная проекция, несущая в себе замысел Творца, несущая в себе план, цели, стремления, безусловную любовь, уверенность в себе и своих силах, поддержку во всём. Душа — это матрица, программа, которая стоит между телом и Духом. Для чего она нужна? Для адаптации жизни Духа в 3D-мире через тело человека. Когда сознание проходит все этапы эволюции и возвращается в дом, сознание Духа, Дух проходит сквозь Душу и расширяется на всё пространство, оживляя его. Так наступает новая жизнь. Это происходит тогда, когда человек устанавливает крепкую связь с Духом. Крепкая связь с Духом — это способность принимать твёрдые решения сердцем, а не эмоциями и желанием быть угодным социуму или кому-то. Тот, кто имеет крепкую связь с Духом, тот, кто развернул его живое присутствие в своей жизни, опирается на Духа, не на людей. Ему не нужно искать человека для опоры, чтобы его любили. Он сам есть любовь. Ему не нужно заботиться о том, что о нём думают другие. Он всегда точно знает, что ему делать, куда ему идти, где ему быть. Он не будет спрашивать кого-то. Он знает и всё. Он в постоянном диалоге с Духом, со своим бесконечным чистым космосом внутреннего мира. Дух ведёт знаниями, чувствами и знаками через мир природы. Дух — это отсутствие зависимости, отсутствие страданий. Это состояние покоя, любви и принятия. Когда ты способен быть счастливым и испытывать любовь, находясь наедине с самим собой. Это абсолютная любовь к себе, любовь к жизни, осознание, что жизнь — это и есть любовь. Это целостность, это исцеление души. Уровень души — это все настройки и взаимосвязи от земных родителей. Да, как бы это странно ни звучало, но все страдания в жизни исходят от нейронов взаимодействия с родителями. Или от отсутствия этих взаимодействий. Отношения с родителями накладываются на отношения с партнёрами. И все претензии, не высказанные в своё время родителям, не прожитые в полной мере, накладываются на то, что эти претензии высказываются своим партнёрам. Но на самом деле на бессознательном за этими партнёрами находятся образы мамы и папы, которые когда-то записались. Поиск партнёров на уровне души — это поиск замены мамы или папы. Надежда на бессознательном, что мама или папа тебя начнёт любить так, как недолюбили в детстве. И всегда этот поиск приводит к разочарованию. Это и есть зависимость, созависимость. Наркотические, алкогольные зависимости также исходят от недостатка любви и внимания родителей. От недостатка общения с ними. Человек через социум ищет общение с мамой и папой. Поиск любви от папы и мамы. На уровне души и надстроек вы постоянно ищете, в ком раствориться. Ищете опору в ком-то, но не в самих себе. Когда человек живёт на уровне сознания духа, проблем в отношениях нет. Потому что нет зависимости. Тебе хватает любви, хватает заботы духа. Он даёт сопровождение повсюду. Ты видишь вещи и сны, сопровождающие тебя. Видишь множество знаков и синхронизаций. Ты здесь независим от земных родителей. На этом уровне заботой о тебе являют твои космические родители. Внутреннего, невероятного, богатого мира. Здесь дух – ваша опора, ваша любовь к себе. Вы не можете раствориться в своём партнёре, потерять себя, если есть эта связь с духом. Вы знаете, что дух – это сила, которой подвластна всё, и она позаботится о вас. Если оба партнёра выстроили крепкую связь с духом и развиваются параллельно, идут не в сторону друг друга, создавая токсичные связи. Я твое счастье, ты моё счастье, я без тебя не могу и так далее. А развиваются вместе, параллельно раскрывая счастье внутри, от присутствия духа. То это здоровые отношения. Здесь нет зависимости внутренней друг от друга. Нет растворения, нет вампиризма и разрушительных сценариев души. Сегодня мы с вами выстроим связь с духом. Откроем двери к этой связи, переродимся заново. Я вам передам уникальную, волшебную инициацию, которая способна за один раз помочь вам открыть двери сердца для связи с духом. Созависимые отношения – это болезненные отношения, при которых в паре постоянно присутствует страдание, агрессия, ревность, растворение в другом. Я не могу без неё или без него потерять себя, потому что не позволено быть собой. Подавление партнёра. Эти травмы передаются детям из поколения в поколение. Даже если ваш ребёнок получает лучшее, современное образование, а вы живёте в нездоровых отношениях, у ребёнка записываются эти программы, которые прячутся под разными масками. Давайте посмотрим, какие причины влияют на зависимость одного человека от другого. Почему люди называют любовью боль от зависимости, боль от страха потери кого-то, а на самом деле боятся потерять маму или папу. Настоящая чистая любовь – это любовь духа, вас и вашего внутреннего мира духа, то, что находится за пределами всех надстроек. Откуда берутся программы души? Первое. Конечно же, это карма, которая требует баланса. Второе. Это отсутствие одного из родителей или обоих. Недостаток любви, где закладываются программы «я не нужен никому». Также причины – зависимые родители от алкоголя, наркотиков. Следующая причина – насилие физическое, эмоциональное в детстве. Формируется программа «меня нельзя любить». Я какой-то не такой. Я не достоин любви. Также причина – нездоровые или младшие братья, сёстры, где мама с папой больше уделяют внимание болеющему или младшему ребёнку. Соответственно, климат в семье зависит от этого ребёнка. И мама недовольна, когда старший ребёнок свои интересы ставит на первое место. То есть необходимо подавлять себя. Отойди, не мешай. Сначала маленькому, потом тебе. И складывается программа «я какой-то не такой». Также причины – необразованность родителей в отношении воспитания. Когда родители говорят «ты должен меня радовать», «ты меня расстраиваешь». Фразы «ты мне не нужен», «лучше бы я тебя не рожала», «отдам тебя полицейским». Ребёнок начинает из кожи вон лезть, чтобы так с ним не поступили. Он верит. И он боится потерять маму. А потом боится потерять мужа или жену. Он становится зависимым. Также причина гиперопека. Или наоборот. «Ты уже большой, иди и реши». «Я ничего не могу без мамы», – думает ребёнок. Или «ты не понимаешь», «ты маленький». «Я сказала, делай так». «Я сказала, ешь борщ, значит, садись и ешь борщ». И так решает постоянно. Ещё причина – игнор. Сильное напряжение, чувство одиночества, боль, непонимание. Почему так со мной? Почему мама меня игнорит? И ребёнок начинает подавлять эту боль. И принимает решение не чувствовать. То есть ребёнок блокирует свои чувства. Авторитарные родители тоже являются причиной, когда решают всё за детей. Неэмоциональная мама, закрытая мама. Мама вроде есть, но она спокойная. Она не проявляет эмоций. Нет объятий, глаза в глаза. Нет живого контакта. Такие дети тоже, как неживые, закрытые, постоянно в напряжении. Они невербально считывают, перенимают на себя напряжение и блоки мамы. Ещё одна из причин – это гиперэмоциональная мама. Когда ребёнок всё время сжатый, думает, «А сегодня мама взорвётся, а сегодня мама меня отругает», ребёнок всё время находится в напряжении. А в каком состоянии сегодня придёт мама с работы? Он находится в ежедневной тревоге. И это состояние развивает страх. В тревогах тревога и страх становятся нормой жизни такого человека. И потом притягивает начальника, который постоянно кричит. Или ему нужно чувствовать тревогу и страх, и он притягивает к себе партнёра, который создаёт для него такое напряжение. Следующая причина, и, пожалуй, самое главное – это отсутствие связи человека с духом. И человек перестаёт опираться на духа, на себя. Свои внутренние желания ребёнок с детства начинает считать ошибкой. Ищет опору в ком-то другом. Ему всё время необходимо угодить, чтобы всем было комфортно. Тогда ему комфортно. Это люди, которые всегда находятся в погоне за счастьем. Люди, которые стараются показать миру, какие они правильные, какие они хорошие, как они всё правильно, хорошо делают, как они делают всё по совести. Люди без связи с духом, с травматичной душой, не знают, чего хотят. Они боятся быть настоящими и подстраиваться, чтобы выживать в условиях своих надстроек, программ. И создают отношения, в которых играют игру. Вы без меня не справитесь. Тем самым манипулируясь своими партнёрами, родителями, детьми, они готовы на все виды манипуляции для того, чтобы создать условия зависимости от него, иллюзии, что без него никак не справятся. Травматичная душа играет в игру жертвы, тиран-спаситель. Здоровая психика — это любовь к себе, это прямая связь с духом, это сознание, которое не будет никому угождать. Это уверенный в себе человек, который не зависит от социума, мнения. Он не будет играть в игры жертвы, тиран-спаситель. Более того, он не притянет к себе подобные сценарии. И это реально изменить, исцелить, поменять, выйти из этих игр раз и навсегда. Программы зависимого. Моё состояние зависит от него. Или жертва, когда не чувствует тревогу и страх, ему некомфортно. Также внешний источник опоры, спокойствия, счастья находится в ком-то. Он контролирует всё. В теле всегда находится напряжение. Он манипулятор. Если приходилось контролировать эмоции мамы, то, соответственно, вырабатываются хорошие навыки манипуляции. Он снимает напряжение через тиранов и неудачи в жизни. Жертва делает всё, чтобы его не бросили. Жертва зависит от количества напряжений, стресса. Конечно же, это программа низкой самооценки. Сложно сказать о своих желаниях, Сложно сказать нет. А вдруг меня отвергнут, бросят. Жертва боится одиночества, подстраивается и делает всё, чтобы его не бросили. С программой я должен подстраиваться, иначе меня отвергнут. Счастье в нём, в ней. Меня... Если меня бросят, то я сам ничего не смогу. Женщину бьёт, а она прощает, унижает. Она всё время прощает и думает, что ей нужно стать ещё более мягкой, ласковой, придумать, что ещё, что ещё сделать, чтобы только быть хорошим для тирана, постоянной обидой. Я всё для него, а он ничего. Какие блоки у созависимых травматичных душ? Заблокированное сознание. Травматичный опыт, который накладывается на всю жизнь и на все отношения. Обычно стираясь сапами детства, чтобы не помнить боли. Как блок. Если есть один блок, то блокируется вся операционная система мозга. Это как вирус, который проникает повсюду, и происходит замыкание программы. Повторяющиеся реакции, сценарии людей. Также это сексуальный блок. Запрет на желание, хотение, удовольствие. Чувственный блок. Запрет на чувствование себя, на чувство опоры на себя. Это эмоциональный блок. Запрет на эмоции, запрет на удовольствие. И блок быть собой, быть настоящим. Любовь к себе. Какие решения? Убрать блоки через нейропластичность мозга. Работать с мозгом и сознанием. Обновить операционную систему. Разрешить себе изменить эту устаревшую программу. Человек ходит по кругу. Постоянно решает свои недорешенные вопросы с мамой и папой. На бессознательном все причины проблем — это нездоровые отношения с мамой и папой. Чтобы их исцелить, люди прибегают к различным техникам и практикам. Мы с вами в работе с бессознательным перейдем на взаимодействие с вашими космическими родителями. Теми изначальными мамой и папой, которые бесконечно любят вас. Вы единственный и самый любимый ребенок вашей Вселенной. Сегодня мы сделаем первый шаг и погрузимся в мир обновленной системы данных вашего пространства. Эта реальность уже есть. Наша задача — туда переплыть в электроэфирном теле сознания. Перейти, оставить старые записи. Но прежде чем мы начнем, я хочу пригласить вас на завтрашний эфир. Где я вам покажу уровни мерности сознания и функций мозга. Вы сможете определить, в каком направлении вам стоит развиваться. На каком этапе находится развитие человека. Сможете получить ответы на множество своих вопросов. Завтра в 12.30 по Москве на этом канале будет эфир на тему уровней сознания. От аборигена к Богу. На котором я покажу вам уровни осознанности, связь мозга человека и космического мозга. Двери к связи с Духом. Также я приглашаю вас на новый сайт Академии Центр Света. Где вы сможете ознакомиться с нашими новыми проектами. 10 марта начинается проект «Тело Бога». Где лучшие мастера Академии проведут вас шаг за шагом к проекту «Мозг Бога». Космический мозг. Где мы поменяем сверхускоренно все ваши созависимые программы. И вы сможете быть готовыми к нашему особенному центральному проекту «Золотой геном». За очень короткое время вы сможете убрать все боли, которые так крепко держатся за вас. Пора их отпустить. Приступаем с вами к особенному моменту, который перепишет вашу память боли. Знайте, что мозгу все равно память, которая у вас была во время вашего рождения, или которую вы можете заместить через нейропластичность. То есть для мозга ваша память – это файлы, которые есть в ваших операционных данных. И сейчас мы погрузим мозг в новую базу данных. Самую совершенную. Мы родимся заново благодаря передаче «Инициация», которую я вам сейчас передам. Когда свет протекает по твоим клеткам, Божественная эманация касается твоего клеточного мозга. И волна Единства со всем сущим задает ритм – волну космической любви. Открой сердце и прими эту волну. С тобой говорят твои космические родители, вызывая к действию все аспекты души для счастливого существования своего ребенка. Открой своё сердце. В присутствии твоих космических родителей дыши. Вспомни свою меркамическую станцию, которая состоит из нижнего тетраэдра и верхнего. Нижние слои – это человеческая память. Память Земли. Память, связанная с твоими земными родителями. На которую опирается твой мозг. Верхние этажи – это неземная память. Память высших сфер, откуда ты прибыл. Где ты помнишь своё подлинное строение. Верхние этажи – это этажи твоих космических родителей, на которые мозг вскоре начнёт опираться, и твоя жизнь преобразится во всех аспектах. Почувствуй мощный истекающий свет сквозь тебя. И начни принимать космическую энергию в сильных клетках. Ровно столько, сколько тебе начнут передавать. Принимай. Приветствуй своих космических родителей. Чувствуй себя ребёнком в их божественной энергии. И впитай в себя ровно столько, сколько они есть сейчас, в твоём вечном сейчас для тебя. Растянись и почувствуй, как великие сферы, изначальные сферы жизни, влетают в тебя. А великие существа вокруг тебя создают свет глубокой тайны. сходят великий свет на землю, без которого не может работать ни одно световое существо. не разворачивается ни одна божественная энергия. Мы с помощью энергетической нити любви. И мы здесь, чтобы принести тебе как можно больше этих нитей. света и радости. Откройся. 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 еще больше всем своим сердцем. Из точки своего сердца, где ты есть дух великого центрального солнца. Откройся. Откройся. Центральный ангел. вибрация. Вибрации пуля всех золотых ангелов несут энергии величайших божеств солнечного света. мы распыляем свое пыльцо по всей вселенной мы сдаем целительные звуки наши вибрации это могущественная сила и ответственность сегодня мы призваны к тебе чтобы сопроводить тебя по целом Миркаба сквозь центральное поле великое поле центральной вселенной сейчас великие существа сообщаются друг с другом все взаимно влияет друг на друга благодаря такой связи все аспекты соединяются с помощью энергетических световых нитей ты перепрошиваешься существо света которому будут принадлежать великие энергии каждый аспект наполнен своей энергией и сейчас мы несем тебе золотые нити и опыляем золотой пыльцой наполняем своей энергией чтобы это помогало тебе в дальнейшем реализоваться как существо великой мистической проекции на земле это являет собой для тебя законченность твоего старого каркаса старого пути прими величайшее присутствие твоих космических родителей общайся с ними в то время как мы трудимся со всеми световыми существами прими полное реальное погружение тебя в великую новую материю новой жизни так ты получаешь свои изначальные энергии так ты вспоминаешь что ты состоишь из величайших планов жизни от этого воспоминания зависит как ты будешь воспринимать жизнь вокруг как ты будешь принимать высокочастотные сильные клетки космического мозга это очень сильно укрепит связь с божественным источником и тебе будет легко управлять своей материальной действительностью ты разворачиваешься в великую сверхразвитую гипер-супер-сущность все аспекты передается тебе в твою мир кама а мы зовем тебя на верхний слой верхний этаж твоей мир кама твоей величайшей многогранной кристаллической сущности мы распыляем свою небесную энергию прошиваем ей твое новое покрывало жизни твоей изначальной природы твоей многогранной личности здесь ты обретаешь свой сверхразум гипер-пространство и чтобы сопроводить тебя мы поднимаем поднимаем и открываем совершенные данные твоей небесной мудрости до уровня наивысшей эволюции ты ты возвращаешься перемещаться по реальности и покидать старые слои памяти ты находишься в мир камах которые вибрируют созвучно целым и все твои тела выстраиваются созвучно друг к другу так ты можешь перемещаться ощущая свою жизнь наполненную до абсолютного удовлетворения вдыхай дыши и здесь на верхнем этаже мир камах получи уникальный опыт через призму твоей души и ты можешь сейчас закрыть глаза ты находишься в абсолютной безопасности комфорте в любви и заботе и выпускаем луч на нижний этаж человеческой памяти чтобы исцелить все ее записи в твоем мозге твой мозг способен прямо сегодня прямо сейчас погрузиться в память верхних полей меняя записи и сценарии внутри и вокруг себя и мы сейчас отправимся на встречу к твоим земным родителям не важно где они находятся сейчас мы обращаемся к памяти поэтому тебе достаточно слушать идти за словами и мозг сам сформирует нужные образы и связи ты прямо сейчас переносишься в ту яркую живую и значимую сцену в которой в которой становится ясно как почему где ты получил травму зависимость ты ты переносишься туда прямо сейчас почувствуй почувствуй это воспоминание а легко возникает перед тобой ты ты осознаешь что твое тело находится совершенно в другом месте ты работаешь с памятью смотри когда когда возникла ситуация запись сценарий где ты получил травму зависимости зависимости созависимости что переживаешь ты в этом сценарии что чувствуешь смотри и слушай ровно то что происходило в этот момент твои уши обретают слух и ты слышишь те слова из-за которых некие негативные деструктивные убеждения где говорят что-то о вас или вам когда когда впервые тебе запретили быть собой посмотри может быть это говорит не конкретно тебе может быть это сцена между мамой и папой где один из них агрессор оставайся здесь пронаблюдай рассмотри рассмотри этот сценарий как отрывок из фильма это программа это программа это всего лишь файл но ты этот файл записал как нечто что-то очень важное для тебя посмотри и теперь и теперь целиком и полностью прочувствую свое тело, что ты и эта память уже не принадлежат друг другу. И вспомни, что это некие убеждения, программы, которые совершенно не принадлежат тебе, тебя к ним приучили, это убеждения твоих родителей, убеждения бабушки, дедушки, учителей, это они убедили тебя в том, обо что ты верил. Но ты не обязан в это верить дальше. Ты не обязан верить в это в течение всей оставшейся жизни. Эти убеждения принадлежат другим людям, которых тоже, в свою очередь, когда-то этому научили. Вас научили тому, что больше не приносит вам пользу. Эта память больше не принадлежит вам. Это устарело. И сейчас в вашем программном обеспечении мы обновляем эту память, потому что эти убеждения не ваши. Представьте, что вы берете мешок со всеми этими установками, со всеми этими файлами, как некая корзина очищения памяти. И вы намерены полностью убрать эти записи из своей памяти, чтобы они больше никаким образом на вас не влияли. Так и скажите, я не намерен более носить этот мешок, забитый старой памятью. Я не намерен больше жить в захламленной, хаотичной операционной системе. Эти убеждения, эта память, принадлежит другим. Эта память не приносит мне пользы. Зачем мне всю оставшуюся жизнь носить этот мешок, эту захламленную операционную систему с ненужными мне вещами, ненужными мне файлами? И вы смотрите и чувствуете свое тело здесь и сейчас. А эту память, вы смотрите на нее просто как на файл, просто как на киноленту. Это всего лишь память. И ее этого нет. Это не принадлежит вам. Это не вы. Вы уже совершенно другой. Абсолютно другой. Посмотрите. У вас другой возраст. У вас другое взрослое тело. У вас другое окружение. И так и скажите, это не я. Потому что мне столько-то лет. Я не живу с мамой. Да, которая там постоянно эмоционирует. Я не живу с папой. Или с бабушкой. Это не обо мне. Это не моя память. Не привязывайтесь к этому. Вы уже совершенно другой. И это вас уже не касается. Пусть это все сплавится и переплавится. Потому что это не о вас. Так и скажите. Это не обо мне. И что бы там ни происходило. Возможно, какие-то чувства вины, обиды. Так и скажите. Это не обо мне. Я больше никогда не буду таким в течение всей своей счастливой, долгой жизни. Потому что это не вы. Потому что вы тот самый настоящий, кто способен выбирать память. Кто способен не зависеть от файлов. От пластинок, от кадров, которые заедают ваши памяти. Зацикливаются. Но это все не вы. И это все не вы. И скажите. Скажите. В то время, когда я нахожусь в унынии, жертвенности, слезливости, депрессии, жалости к себе, я занимаю детскую позицию и сливаю энергию с жизнью. Я не осознаю, что в эти моменты я жду любовь мамы или папы неосознанно. Бессознательно я всегда ищу любовь мамы или папы через всех партнеров. И тем самым впадаю в созависимые отношения. Но сейчас я вспомню, что когда я печаюсь, когда я прошу жалости к себе у других и когда я нахожусь в позиции жертвенности, я теряю часть своей жизни. Я выбираю жизнь. Я разрешаю себе пройти процесс полной трансформации и обновления прямо сейчас. И я готов стать хозяином своей жизни. Я и есть тот, кто хозяин своей жизни. И пусть прямо сейчас... Я перейду в ту память, где она абсолютно совершенна. потому что память прошлого — это не я. И я выбираю стать хозяином своей жизни. Я выбираю любовь к себе. Я выбираю любовь к духу, потому что изначально я есть дух. И эти записи старой памяти, которые, как огромный тяжелый мешок, вынесли с собой по жизни, полностью раз и навсегда уходят с вашего пространства. Они вспышкой растворяются. И вы видите перед собой маму. Мама смотрит вам в глаза. Ваша земная мама. Если вы по какой-то причине не можете смотреть маме в глаза, если вы отводите взгляд, так и скажите «Мама, я не хочу смотреть в твои глаза. Мне обидно. Мне больно. Мне страшно. Мне стыдно». Назовите это чувство. Скажите. Дайте этому чувству выйти наружу. Освободите свое тело. Скажите это вслух. А теперь посмотрите. Можете ли вы сейчас посмотреть маме в глаза? И если можете, смотрите. Мама смотрит в ваши глаза и говорит вам «Моя дочь, сын, я приветствую тебя». Я проиграла сценарий, как мы и договаривались с тобой до воплощения здесь. Сценарий, который мы прописали в своих клеточках памяти, чтобы именно сейчас забрать силу и стать сильнее, увеличить потенциал. и ты сейчас превратишь эту силу в свой потенциал. Нет больше преград. Нет больше преград, чтобы я сказала тебе «Я люблю тебя». «Я так люблю тебя». «Я вижу твою уникальность». Тебе не нужно повторять мои программы. Это мое. Это не принадлежит тебе. «Тебе можно быть собой». Чтобы тебе чувствовать мою любовь, тебе не надо запрещать себе быть собой. Тебе не надо повторять мою судьбу. Я люблю тебя. Скажите, мама, я приветствую тебя. Я думал, что если я не буду соответствовать твоим взглядам, что если я не буду соответствовать твоему настроению, твоим желаниям, которые ты хочешь реализовать, твоим планам, твоим мыслям, то ты меня разлюбишь и отвергнешь. Я думал, что ты меня бросишь из-за того, что со мной что-то не так, что я какой-то не такой и не соответствую тому. чтобы ты улыбалась и была счастлива. Сейчас я вспомню, что ты выбрала быть такой, какая ты есть. И у меня тоже есть этот выбор. Я выбираю и принимаю свою уникальность. Впредь мой выбор происходит из позиции, чего я хочу. Что я хочу, что хочет дух во мне. Это моя опора, способная обогатить мой мир и исцелить все коммуникации. И мама отвечает, да, моя любовь, тебе можно быть уникальным, тебе можно радоваться, тебе можно быть собой. Ты имеешь право на любовь. Вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Выход из тела, испарение от жившего, превращение в потенциал для новой жизни. Теперь вы видите, как за образом вашей земной мамы сзади ее подходит космическая мама. Глаза космической мамы наполнены любовью к вам обоим. Она стоит за спиной вашей мамы и смотрит в твои глаза и говорит тебе, я люблю тебя, великое дитя света и любви. Ты есть абсолютная уникальность во всех галактиках. Нет тебе повторения. Ты пришел сюда, чтобы выразить эту уникальность. Твои идеи, твои слова, действия принесут огромную радость, счастье, множество людей. Я люблю тебя со всем, что есть. Я принимаю тебя со всем, что есть. И все, что ты есть, это совершенство. Связь восстановлена. Процесс исцеления клеток памяти. Мир Кама. Активировать память здоровой, сияющей, совершенной памяти. быть собой. Быть опорой себе. Активировать код уникальности. А любовь к себе. Внутреннее счастье. Скажи, я разрешаю себе быть собой. Я разрешаю себе получать удовольствие от жизни. Я разрешаю себе быть опорой для себя. Я разрешаю себе быть уникальным. Мама. Я люблю тебя на земле и на небе. Теперь я вспомнил. Мне можно быть счастливым. Мне можно быть собой. Мне можно быть опорой для себя. Мне можно любить себя. Мне можно получать удовольствие. Мне можно чувствовать уникальность. Мне можно управлять своим пространством, своей вселенной. Мне можно проявлять свои чувства. Мне можно жить. Смотрите. Смотрите в глаза космической матери и скажите, «Мама, сквозь все времена одари меня своими благословениями, сквозь все жизни, сквозь весь род благослови меня во все направления, чтобы я мог знать, видеть поддержку твою». И тебе отвечает космическая мама. Моя безмерная любовь, моя безмерная радость, всем светом любви я опуляю тебя всеми видами благословений. от начала всех твоих дорог в бесконечность я касаюсь всех твоих проекций сквозь время и пространство. Я вибрирую на целые энергии живой любви, и все твои тела выстраиваются в гармоничный ряд. Все родовые нити, все кармические нити обретают световой узор новой жизни, порядок, любовь, световой кристалл солнца на земле, силой благословения во всех слоях, касаясь всех ветвей рода. «До мамы земной, по всей женской линии протягиваю световую нить, опыленную светом, божественной, перепрошивая и исцеляя, направляя тебе по этим нитям все потоки благословений от самого источника. Теперь ты свободен, ты все сможешь, у тебя все получится. Я всегда рядом с тобой. Скажите, маме земной и маме космической принимаю любовь, а наполняюсь любовью, а люблю, а люблю, а люблю. Теперь вы видите, как по правую сторону от мамы проявляется образ папы, земного папы, посмотрите папе в глаза. Если вы не можете посмотреть папе в глаза, скажите, папа, я не хочу смотреть в твои глаза, мне обидно, мне больно, мне страшно, мне стыдно. Назовите это чувство, скажите, дайте ему выйти наружу, освободите свое тело, скажите это вслух, скажите это вслух. И как только вы сказали, посмотрите, можете ли вы сейчас смотреть папе в глаза. папа говорит вам, моя дочь, сын, я приветствую тебя, я проиграл сценарии, которые ты прописал в своих клеточках памяти, чтобы сейчас забрать силу и стать сильнее. Ты превратишь сейчас эту память в свой потенциал. нет больше преград, чтобы я сказал тебе, я люблю тебя. Я вижу твою уникальность, тебе не нужно повторять мои программы, это мое, это не принадлежит тебе, тебе можно быть собой. Чтобы тебе чувствовать мою любовь, тебе не надо запрещать себе быть собой, тебе не надо повторять мою судьбу. ты самая красивая, самый красивый, самый лучший. Ты мой сын, моя дочь, тебе можно проявлять уникальность, тебе можно желать, тебе можно получать удовольствие. и вы говорите папе, папа, я думала, что если я не буду соответствовать твоим взглядам, твоему настроению, твоим желаниям, которые ты хочешь реализовать, твоим планам, твоим мыслям, то ты меня разлюбишь и отверглишь. Я думала, что ты меня бросишь из-за того, что со мной что-то не так, что я какой-то не такой, что я не соответствую тому, чтобы ты был доволен мною, чтобы ты улыбался при виде меня, чтобы ты хотел быть со мной. Мне так не хватало твоей любви, но сейчас я вспомнила, что ты выбрал быть таким, какой ты есть. Это твой выбор. Это твоя память. И у меня тоже есть этот выбор. Я выбираю и принимаю свою уникальность. Я выбираю опору на себя. Я выбираю быть собой и право на любовь. Я выбираю любовь к себе. Я выбираю любовь к себе. Я выбираю любовь к себе. И папа отвечает, да, тебе можно быть уникальным. Тебе можно быть собой. Ты имеешь право на любовь. Я тебя очень люблю. Ты самая-самая-самая, самый-самый-самый лучший для меня. Я горжусь тобой. У тебя все получится. Тебе можно радоваться. Я верю в тебя. Ты все можешь. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох из тела. Испарение от жившего. Превращение в потенциал для новой жизни. И сейчас вы видите, как за образом вашего земного папы сзади Вас... Сзади папы подходит космический отец. Его глаза наполнены любовью к вам обоим. Он стоит за спиной вашего папы, смотрит в твои глаза и говорит тебе. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя, великое дитя света. Ты любви, ты абсолютная уникальность. Во всех галактиках нет тебе повторения. Ты пришел сюда, чтобы выразить эту уникальность. Твои идеи, твои слова, действия принесут огромную радость, счастье, множество людей. Я люблю тебя. Я люблю тебя со всем, что есть. Я принимаю тебя со всем, что есть. И все, что ты есть, это совершенство. Связь восстановлена. Процесс исцеления клеток памяти. Меркава. Активировать данные здоровой памяти, быть собой, быть опорой себе. Активировать. Активировать код уникальности. Социумом. Социумом. Паркава. Партнерами. Партнерами. Семье. Паркава. 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 быть опорой для себя. Я разрешаю себе быть уникальным. Папа, я люблю тебя на земле и на небе. И теперь я вспомнил, мне можно быть счастливым, мне можно быть собой, мне можно радоваться жизни, мне можно быть опорой для себя, мне можно любить себя, мне можно получать удовольствие, мне можно чувствовать уникальность, мне можно проявлять свои чувства, мне можно жить. Посмотрите в глаза своему космическому отцу и еще скажите, Отец Сквозь все времена одари меня своими благословениями, сквозь все жизни, сквозь весь род, благослови меня во все направления, чтобы я мог знать и видеть поддержку твою. И космический Отец говорит тебе, моя безмерная любовь, моя безмерная радость, всем светом любви я опуляю тебя всеми видами благословений. От начала всех твоих дорог в бесконечность, я касаюсь всех твоих проекций сквозь время и пространство. Я вибрирую на целой энергии живой любви и все твои тела выстраиваются в гармоничный ряд. Все родовые нити, все кармические нити обретают световой узор новой жизни. Порядок, любовь, световой кристалл солнца на земле. Силой благословения во всех слоях, касаясь всех ветвей рода, до Отца земного, по всей мужской линии протягиваю световую нить, опыленную светом Божественным, перепрошивая и исцеляя, направляет тебе по этим нитям все потоки благословений на все виды ресурсов от самого источника. Теперь ты свободен. Ты все сможешь и у тебя все получится. Я всегда рядом с тобой. Скажи Отцу земному и космическому, принимаю любовь, наполняюсь любовью. Люблю, люблю, люблю. Перед вами отец и мать земные. Оба. Вы смотрите на них и понимаете, что, что бы у них не было между ними ссоры, разноклассия, что бы не происходило. И, возможно, их и не было в вашей жизни рядом с вами. Но сейчас вы осознаете, что вы плод их любви. Что бы между ними не было, вы тут совершенно ни при чем. Вам не нужно выбирать между мамой и папой. Они оба ваши родители. И прямо сейчас все шоры спадают, все записи обнуляются. Это ваши мама и папа. Они больше не хотят, чтобы вы выбирали, чтобы вы нуждались в их опеке, чтобы вы зависели от их чувств, от их настроения, от их выбора. Вы просто все принимаете, как есть. Вы осознаете, что есть запись в вашем пространстве, мерность, где это есть и все. Здесь мама и папа вместе. И они оба благословляют вас. Оба любят вас. Оба забирают все чувства, которые не принадлежат вам. И только так и они смогут освободиться, когда вы засияете солнцем на земле. Когда вы исцелитесь, запустится процесс трансформации всего вашего поля. Это место в вашем сознании, где вершится иная история вашей жизни. Отсюда простроится новая жизнь. Новая жизнь. И теперь смотрите, как отец и мать космически соединяются друг с другом и превращается в энергетический шар, плазма любви, шар абсолютной любви. В нем все самые совершенные записи памяти, где у вас всегда все получается. Больше нет препятствий. Множество реализованных уникальных идей. Любовь и уважение к себе. Это шар уникальности, принятие себя. Это опора на себя. Это любовь, мудрость, знания. Это постоянная связь с космическим домом на земле. Множество желаний и их реализация на благо вашего мира. Здоровые отношения, счастливые дети, здоровое новое поколение, здоровое тело. И этот шар летит из самого источника, по всем порталам. Получу в то время, в ту координату, где ваши земные родители встречаются и соединяются в потоке любви. Они любят друг друга, сливаются, они притягиваются друг к другу, закручивается вихрь сексуальной энергии. Папа обливается в маму, шар приближается и сквозь папу проходит по всему телу. И в момент экстаза, любви, мамы и папы, шар проходит через папу к маме в виде семени. Оплодотворение. Это вы. Это вы вошли заново. Вы. Плод любви мамы и папы. И мы сверхускоренно переписываем программу памяти. Вдох, выдох. И вы в животе у мамы. Вы растете и развиваетесь. Вы питаетесь. От матери, которая дает заботу. Вдох, выдох. На одной волне. Теперь вы тут не одни. В перерождении участвуют ваши космические родители. Вы пришли в триединстве, чтобы в вашем физическом теле принести единство, силы, божественные. Увидьте себя в животе у мамы, где вам шесть месяцев. Семь месяцев. Если вы родились в это время, то представьте, что вы продолжаете быть в животе до девяти месяцев. Вы питаетесь от мамочки в животике. За вашей мамой в это время ведут заботу множество космических божественных существ, ангелов. Ведь здесь, в животике у мамы, находится плод огромной космической земной любви ваших родителей. Они повсюду сопровождают вашу маму. Вас благословляет весь ваш род. Бабушки, дедушки, по всем линиям. Мама и папа. У тебя все получится. Я все делаю. Ты можешь все. Ты сможешь все. Без сомнения. Ты все делаешь верно. Мы вместе с сила. Все дороги открыты для тебя. Будь собой. Твой внутренний бог. Может все. Внутри тебя есть все самое необходимое. Красота. Уберь в себя. Любовь. Мир. Тепло. И знай. Что ты достоин быть Богом. Выбери жизнь. Свободно и легко. Счастливо и гармонично. Люблю, люблю, люблю. Ты есть то самое драгоценное. Ты есть жемчужина, бриллиант, мироздание. У тебя все получится. Мы едины. Вселенная внутри тебя. Ты сильный. Ты все сможешь. Моя любовь. Ты важен. Ты нужен. Нет ничего, чего не можешь ты. Повсюду я тебя сопровождаю. Люблю тебя. Иди за сердцем. Мы любим тебя. Ты бесценен. Ты всемогущий во всем мире. Я жду тебя, моя любовь. Пространство и дома. Ты безмерно любимая. Безгранично желанная. Ты много созданий. Дитя. Наших звездных родителей. Ты луч солнца рада. Ты все чудеса. Соединяющий небо и землю. Просто сияй. Моя любовь. Радость моя. Ты сможешь все. И у тебя получится. За своим сердцем. Только не останавливайся. Я слушаю тебя. Своё сердце. Не волнуйся, родная. Тебе все получится. А вас благословляют и любят ваши родители. Вы слышите, как в процессе родов вы летите по порталам и в каждом шаге слышите, как вас встречают словами любви и переписывают всю вашу программу жизни. Вы рождаетесь заново. Молодец. Вот молодец. Вот молодец. Молодец. Ты вот и здесь. Ты дома. Привет. Твой папа. Все хорошо. Все хорошо. Люблю, люблю, люблю. Люблю, люблю. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так, да. Вот, попросил. Всё хорошо. Мы родились. Мы родились. Мы родились. У нас получилось. У нас получилось. Вы родились. Вы родились заново. Это новый файл. Это программа вашей новой счастливой жизни. Мама и папа смотрят на вас и говорят вам, мы так счастливы, что ты появилась. Появился у нас. Мы любим тебя. Теперь в любое время ты получаешь столько любви, сколько тебе необходимо от твоих космических и твоих земных родителей. Эта любовь есть любовь к себе, опора на себя. Связь восстановлена. Чистый дух здесь. С днём рождения, моя любовь. Анатолий 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 Анатолий